Доброе утро, почтенная публика! Удивительные метаморфозы преподносят жизнь, я имею ввиду, не только в природе или в погоде, и преподносит она удивительные совпадения, о которых даже не могу помыслить. Несколько лет назад, именно в такую же пору, мне пришлось пережить нечто удивительное. На этом самом месте я был как раз в зимнее время. Мало того, я вчера об этом случае рассказывал одному человеку. Где-то здесь я точно не помню, где мне пришлось на машине провалиться. На обочине я встал, чтобы поговорить по телефону, и удивительным образом она подо мной провалилась. Но этому предшествовали определенные события. Удивительная метаморфоза, да? Казалось бы, я неделю назад не мог бы подумать, что окажусь здесь. И вот, благодаря некоторой случайности, я опять же приехал на место этих событий, да? Вот такие здесь обочины удивительные, глубокие. И машина упала так, что пришлось открывать боковую дверь, чтобы высунуться из нее. Но я же скажу обо всем в порядку. Я не помню, когда это точно случилось. Пять лет назад. Или что-то около того. Но, как всегда, да, позвонил человек и попросил поучаствовать в судьбе другого человека. Кто был болен достаточно давно, и никак не мог отойти в мир иной. Такое иногда бывает. Я неоднократно свидетель таким событиям, что человек ждет какого-то действия со стороны мира, которое позволило бы ему разрешиться от этого времени и уйти в мир иной. На значный день я, как всегда, собрался налегке. Была погода достаточно комфортная, минус три, может быть, минус четыре. Я надел рубаху, на нее накинул подрясник, надел летние туфли и поехал. Собственно говоря, ничего не предвещало сложности. И вот, как помню, я ехал с тем, чтобы напутствовать его, поисповедовать. Я не помню, соборвал я его в тот день или нет. Не помню. Но дело в том, что приехал я часов, наверное, в двенадцать дня. И, как оно бывает, да, спешить было некуда в этот день. Я с ним проговорил несколько часов о жизни, о том, что его мучило. Но была у него одна в жизни офлошность, можно сказать так. Грехом назвать это нельзя. Но было событие, которое, видимо, и мир существ поднебесных поставило в тупик. Как и все люди, родившиеся в то время, да, в довоенное, в деревне, он был крещен. Ну, я имею в виду, не все совсем, не абсолютно все, да, а по традиции, да, по традиции, да, по традиции, все-таки детей крестили. И он был крещен. Но вот случилась война. Случилась война, и их деревню заняли немцы. Часть населения они истребили. А часть населения, я не знаю, по какой прихоти, но он так рассказывал. Крестили в свою веру. Сказав так, что если крестись в нашу веру, тогда мы вас оставим в живых. И вот его в числе прочих крестили повторно. И вот я, очевидец этому, человек этот не мог долго умереть. Мучился сильно своей болезнью, легочная недостаточность. Дома ингаляторы, все эти кислородные концентраторы, аппаратура, которая позволяла ему дышать. Но дело в том, что сам диагноз был неутешительным. Но он никак не мог уйти из этого мира. И вот я с ним побеседовал и отпустил ему его некоторую оплошность. Он тогда был еще ребенком, когда это произошло. И, в общем-то, все по-человечески можно понять. Ведь исповедь на самом деле это не акт прощения. Это акт понимания. К сожалению, люди очень серьезно, ну, я бы сказал, исказили смысл многих вещей, очевидных человеку духовному. Как бы упростив, они часто настолько искажают смысл действия, что сама суть его, она уходит из вида. Но продолжим. Я немного отвлекся. Но расскажу еще одну вещь, да. Четыре года назад, когда, может быть, это было и не четыре, а, в общем-то, это был шестнадцатый год. Да, значит, пять лет уже прошло, когда я был в Тибете. Я запомнил одно очень интересное действие, которому учат молодых монахов, чтобы монах стяжал главную добродетель, как я понимаю, а главная добродетель духовного человека – это понимание окружающих. Молодых монахов в такую погоду выгоняют на улицу с мокрыми простынями. А они закутываются в них и сидят на холоде до тех пор, пока простыни не высохнут. Так вот, таким образом, судя по всему, их приучают к тому, чтобы понимать боль других существ. Ведь, как я назвал этот цикл, да, жизнь – это боль. Жизнь есть боль. Переживаемая, либо личная, либо воспринимаемая через свой опыт боль других существ. И, соответственно, сострадание к ним и их боли. Так вот, помню, что вышел от него. И в это время повалил снег. Именно повалил. Не просто пошел, а начал падать большущими хлопьями. Поднималась метель. Температура стала резко опускаться, это я почувствовал. То есть, когда я вышел, наверное, было уже минус 7-8. И снега насыпало очень быстро. Так что, встав на обучину, я был уверен, что могу поговорить по телефону минут 5 и поехать дальше. А она подо мной провалилась. Так вот, снег искусно замаскировал эту обочину. Но удивительным образом, напротив, через дорогу, работали ремонтники. Увидев, как машина провалилась, они побежали и вытащили ее. Я выбрался через боковую дверь наверх. А они, зацепив за колесо, чалками подлили ее экскаватором. И поставили. Я даже, честно говоря, и испугаться не успел. Хотя, конечно, было очень неприятно. То, что такая оказия приключилась. Но особо не волнуюсь, я продолжил путь домой. И поехал вот по этой самой дороге, по которой я сейчас добираюсь. Буквально через минут 10 езды движение остановилось. Образовалась пробка. Ну, я не особо волновался, хотя бензина оставалось что-то там литра-полтора в баке. Я думаю, ну, доеду я до ближайшей заправки, заправлюсь и поеду дальше. Я еще не предполагал, что путь до ближайшей заправки займет 20 часов. 20 часов. Снег валил. Пробка стояла на месте. Мороз потихоньку наступал. Через несколько часов было уже минус 15 и ниже. Ночью было уже минус 18-19 градусов. И ночь пришлось провести прямо вот на шоссе. Понимаю, что бензина может не хватить до ближайшей заправки. Я просил сам машины других людей и грелся. Под утро люди просто озверели. Они понимали, а я имею в виду возвращающиеся из Москвы, что они до дома не доедут и им придется ехать на работу. Они предпринимали отчаянные попытки прорваться. Иногда группировались по 5-6 машин и пытались, растолкав остальные машины. Ну, так вот я имею в виду не буквально в смысле, да. Но очень опасное вождение. Да, они предпринимали. Они неслись на скорости 20-30 км в час. Между рядами машин это было, конечно, жутко. Потому что могли бы сцепить, и была бы еще более жуткая авария, чем та, которая произошла. Оказалось, через 6-7 км фура перевернулась, загородив овы полосы. Но это была не главная причина затора. Главная причина затора была в том, что мост обвалился на МКАДе. Грузовик снес мост. И мы все стояли 20 часов, преодолевая путь в каких-то 11 км. Я уже посчитал, что до дома мог бы дойти раз-два туда и обратно, пешком. Потом еще предстояло стоять несколько часов на МКАДе и добираться с той еще одной пробки. Суть в том, что что-то произошло с этим миром в тот день. Неспроста подобные события происходят. Человек освободился от той оплошности, которая поставила даже небо в тупик. Вроде ничего плохого не сделал, а на себе нес этот ужасный груз. Груз, который некому было перенаправить. Никто не мог, наверное, адекватно понять эту историю и что-то изменить в ней. Да, я добрался через сутки домой. Голодный, продрогший, но живой. А человек этот через два или три дня скончался, ушел. Полагаю, что освободившись от груза, он смог расстаться с жизнью, испытав наконец-то легкость от той беды, которая мучила его совесть. Вроде бы и не виноват, но что-то, видимо, держало. Вот так бывает. Таких случаев я, пожалуй, порядочно знаю. тех ситуаций, которые ставят тогда в тупик не только живущих, но и тех, кто находится по другую сторону бытия. В заключение я хотел бы сказать, что понимание есть самое высокое, что есть у человека. Все эти ритуалы, все это, как бы сказать, доморощенное колдовство, я бы так это сказал, когда человек полагается на свои действия, что они что-то могут. Это все не самое, наверное, важное. Самое важное это суметь понять и изменить то состояние, в котором человек застрял. И некому ему помочь. Все остальное чаще всего это гордость, помноженная на ограниченный разум. вот это вся уверенность в своей правильности, упертость такая, гранича с, ну, можно сказать, с чем-то вызывающим. В религиозной среде это свидетельство не того, что человек достиг какого-то высокого духовного состояния, наоборот. Свидетельство того, что он дошел до того момента своего развития, через который дальше пойти не может. И он ищет чаще всего виноватых. Другие неправильно веруют, неправильно что-то делают, неправильно как-то думают о жизни. И из-за этого возникают большие проблемы. Хотя на самом деле дело-то не в правильности, а в праведности. Правильность не знает, что такое понимает других, а праведность знают. Пример достаточно внятный, фактически первая глава Евангелия, повествующая о том, как некто Иосиф смог понять и помиловать жену свою Марию, когда обнаружил, что она беременна. И вместо того, чтобы ославить ее и причадить ей боль, он решил тайно ее отпустить. Таких примеров из Писания я могу привести порядочно, когда человек праведный понимает другого человека, несмотря на все то, что он совершил. А вот человек правильный, который живет некоторыми формулами или принципами, которые сам жизнь оставил. Вот для него большая проблема понять и помиловать другого. не 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 ни не ни ни ни